И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме Блич по счёту. У нас идёт 30 серия первого сезона. И прежде чем мы начнём, мне бы хотелось задать вопрос. Ну, собственно, раз вы смотрите Блич, значит, вы подписаны на элитку, получается, на бусте, да? Вот, и у меня вопрос касательно того, что понятное дело, что Блич я потом буду выкладывать на YouTube. Ну, это было бы глупо, было бы глупо этого не делать, правильно? Исходя из того, что у Блича также огромная фан-база, да? И это аниме напрямую сработало бы таким образом в плане конкретно именно развития типа там канала, набора новой, скажем так, аудитории, типа там подписчиков и так далее, и так далее, да? То есть Блич в этом плане очень полезен, и очень много комментариев я уже видел касательно того, когда он будет выходить на YouTube. И у меня к вам вот такой вот вопрос. Когда лучше начать это делать? То есть я думал придумать какие-то условия касательно того, чтобы, допустим, на элитке вот вышла 50-я серия, да? В это время по первому уровню подписки вышла 10-я серия, то есть на элитке на 40 серий больше, да? А на YouTube в этот момент выходила бы первая серия, то есть на YouTube выходит первая, по первому уровню подписки 10-я, по элитке 50-я. Так будет нормально или нет? То есть предлагайте где-то какие-то свои условия, то есть кто посмотрит это вот вступление, пишите, что об этом думаете получается в комментариях, и предлагайте где-то какие-то ваши условия, как это все лучше сделать для того, чтобы это было, ну, не обидно, ну, как-то чтобы никто не остался в сильной где-то какой-то обиде, то есть чтобы все было гармонично, нормально, как это правильно так сказать, не то чтобы правильно, а честно, вот, как-то так. То есть пишите, что думаете, ну, а мы, собственно, да, у нас 30-я серия, и мы будем приступать. Также в комментариях под прошлой серией там люди разделились на несколько фронтов, касательно того, что, ууу, блядь, скоро, типа, начнется, эй, блядь, скоро, типа, будет какая-то там мочилова, потом кто-то пишет к этому комментарию, типа, блядь, давай там, нахуй, не пизди, это еще начнется не скоро, типа, до этого еще какое-то время там ждать, и, короче, у нас либо что-то начнется, либо что-то не начнется, но похуй, будем смотреть, и когда начнется, тогда начнется, да, когда начнется, тогда и посмотрим, а так будем смотреть то, что предшествует тому, что начнется. Так что да, еще раз у нас 30-я серия, я всем желаю приятного просмотра и погнали смотреть. Я знал, вы про нее говорили. Так значит, эта белая башня и есть башня раскаяния. Я знаю дорогу, путь к башне. Вот и хорошо. О, еще и дорога по какому-то подземелью. Это хорошо. Без помех добраться куда угодно. Так сложнее запалить, да? А разве остальные не знают, как сюда спуститься? Я хочу сказать, что мы-то попали внутрь, просто подняв плиту на улице. Это понятно, но никто не знает того, что вы это знаете и что вам будет помогать кто-то, кто в этом серии Тейле живет. Правильно? Поэтому додуматься где-то как-то, что вы додумались, что есть какие-то такие вот коленизационные люки, которые проходят абсолютно по всему серии Тейл, ну, вряд ли додумаются. Не максимум, только если они могут чувствовать прям очень хорошо и на большом расстоянии, где-то как-то могут чувствовать там какую-то вашу там духовную энергию, да? Могут приблизительно именно понять и предположить, где вы находитесь. То есть то, что вы находитесь внизу, да? И потом им дойдет, где конкретно вы находитесь. А так, это круто. Они все об этом знают, но я не думаю, что они нас догонят. А, я думал, скажем так. Единственные, кто разбираются в этом лабиринте, это мы, четвертый отряд. Потому что мы занимаемся ранеными и снабжением. А, водка. Значит, ты для доставки припасов используешь. Неудивительно, что только снабженцы знают, как тут все устроено. Нет. Просто понимаете, убирать здесь тоже приходится именно нам, четвертым отрядом. А, понял. Мы очень старые. Так что на нас запихивают кучу работы. Что за убожество этот четвертый отряд? На, ембанте. Очень полезный четвертый отряд. Лечат, убирают, готовят. Без этого тоже никак и не куда. Почему ты так много делаешь для нас? Мы же твои враги. Дело в руки. Потому что мы хотим попасть к белой башне. Эй, ещика. Не, это правильный вопрос. Даже не спрашивая, зачем. Это правильный вопрос. Я про вас много слышал от госпожи Руки. Господин Ичига Курасаки. Пожалуйста, спасите госпожу Руки. Вот и ответ. Плановый доклад. Ответ, который Ичига полностью удалил. Третий офицер. Господин Икаку Мадорамы. И пятый офицер. Юмичика и Сыгава. Оба высокопоставленные офицеры. Вы были из строя по причине серьезных ранений. Да, получили пизды. В данный момент мы выясняем уровень потерь во всех отрядах. Он там носу ковыряется. Однако, что касается 11-го отряда. У него есть донесения о том, что они уничтожены практически полностью. Что? 11-й отряд? Не может быть! Всего через несколько часов после вторжения они уже понесли такие потери. И понятно, кто их уничтожил, да? Мы ж напомним, кто... В данный момент мы подтвердили присутствие трех Рёка. Кто сам бы пришел с ними сражаться. Судя по сообщениям, взяли в заложники одного из членов нашего четвертого отряда и движутся сюда, но... В течение последних нескольких минут мы были не в состоянии отследить их духовную силу и куда они направились неизвестно. В любом случае, нам необходимо собрать больше сведений. Вообще-то, мы от нашего четвертого офицера тоже перестали сообщения получать. Мы думаем, что его вырубили, так что сгоняйте, посмотрите возле 20-го района в западном квартале. Девушка ничего такая, да? Это не Джиробу, который Камайтача. Точно. Младший брат Джедамбо? Даже его уже завалили? Какого черта происходит? Жалкие, слабаки. Все подпишем. Джедамбо, это который ворота защищал, да? Серьезные потери, значит. Это все потому, что у них головы слишком горячие. Прекрати нести все, что тебе в голову приходят. Вижу, ничего я не хотел. Госпожа Рангику, успокойтесь. Да, Барай съебался. Ну, я думаю, что Абарай, вот да, он выглядит таким, типа, тоже выебистым, и я не сразу мне где-то как-то понравился, и сейчас не особо у меня где-то к нему есть какая-то любовь, да? Но одно я, наверное, могу сказать точно, и могу это сказать с уверенностью. Он не желает смерти руки. И в случае, если кто-то пытается ее спасти, если это возможно, и тот, кто пытается ее спасти, у этого кого-то есть на то возможность, сила, и вы по итогу, она будет спасена, я думаю, препятствовать он не будет. Он где-то как-то, я не знаю, поддастся, отвернется, отойдет, уйдет, ну, потому что он будет за то, чтобы руке по итогу спаслась, правильно? Когда госпожу Рукию схватили, прежде чем она была помещена в четвертую глубокую камеру башни раскаяния, ее держали в карцере шестого отряда. Меня на тот момент поставили туда уборщиком. Честно говоря, я поначалу испугался, ведь она в конце концов из благородных. Но... Но? В первый же день госпожа Рукия меня отругала. Благородная госпожа Рукия, с вашего разрешения я начну сегодняшнюю... Ну, то, что так ее называют, наверное, отругала. Я не хочу, чтобы ты меня так называл. Но... Просто обращайся ко мне, как обычному человеку. Ну, так... Тогда, госпожа Рукия... Спасибо. Пополучше. Пожалуйста. Голос у нее был гораздо мягче, чем я думал. И это меня немного подбодрило. После этого я постепенно стал с нетерпением ждать того дня, когда я зайду в карцер убираться. И понемногу госпожа Рукия стала рассказывать мне о всяком. О, госпожа Рукия, я не слишком много знаю о мире живых. Каково там? Что с едой и напитками? Ой, там этого хватает. Извините. Забудьте, пожалуйста. Трубочку ставить сложно, а так? Там есть напиток, который называется сок в коробочке. Ну, и что это за напиток такое? Мы правильно мыслим, Рукия. Это сложный напиток. Вернее, одинаково. Чтобы его пить, нужно знать фокус. У меня с этим возникли проблемы. Фокус. Вот оно что. Напиток, с которым у вас возникают проблемы. Ты, наверное, не сможешь его выпить, даже если будешь знать, в чем фокус. Что? Именно он научил меня его пить. Госпожа Рукия, в мире живых было что-нибудь необычное? А ей этот момент соком запомнился. Запомнился, и это для нас. Это кажется, типа, ну что там, господи, подошел, да? Сок, типа, показал, как открыть, да? Ну, беда какая. Что это? Подвиг какой-то? Героизм? Нет. Но в ее понимании, в ее видении, раз ей так этот момент настолько сильно запомнился, для нее это было как проявление эдакого где-то какого-то такого своеобразного там героизма, да? Что это даже по итогу у нее так сильно отложилось в памяти. И что она именно таким вот образом отзывается, что это он меня, типа, там, научил, посвятил, да? Как будто она, не знаю, с помощью Ичига познала дзенну, то есть... Прикольно. Никогда в таком ключе не думал. Можно помещать не только в живых существ. Что? Такие противозаконные вещи? Один человек засунул ее в найденную плюшевую игрушку. В плюшевую игрушку? Это те, которые делают из ткани, так? Да. Засунуть в нее таблетку? Да. Там и правда хватает сумасшедших. Верно. Сумасшедших там... Полным-полно. Мыслящих неординарно просто. То, что госпожа Руки рассказывала мне про мир живых, большая часть этого всегда крутилась вокруг одного человека. Ну так-то да. И вскоре после этого пришел официальный приказ о казни госпожи Руки. Не заставляй меня повторять еще раз. Преступник первого класса, Руки Акучики, будет помещена в камеру смертников и казнена через 25 дней. Госпожа Руки, человек, которому вы отдали свою силу, о ком вы всегда говорите. Человек по имени Ичигу Курасаки. Мы провели вместе всего лишь два месяца, но, как ни странно, я всегда могла ему доверять. И все же... И все же... Из-за меня его судьба так перевернулась, и он испытал ужасную боль. Что бы я ни делала, мне не расплатиться. И после этих слов на ее лице сразу появилась какая-то грусть. Ну да же. Она тоже не совсем обычная шинигами. Ну, да. Да. Она особенная. Поэтому я и пришел ее спасти. Эй, 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 эй! Квасой! Я что, что-то не так сказал? Да нет, все так. Эй, ничего! Наоборот, нападал ему уверенности. Мы провели вместе всего лишь два месяца. Но, как ни странно, я всегда могла ему доверять. Субтитры сделал DimaTorzok И все же Из-за меня его судьба так перевернулась, и он испытал ужасную боль. Что бы я ни делала, мне не расплатиться. Вот дура. Это все по моей... По моей вине случилось! Я не дам тебе умереть. Рокки! Все хорошо. Пожалуйста, вылезайте. А это где мы вылезли? Это баня какая-то или что-то? Такое чувство, что я целый вечно свежим воздухом не дышал. Смотрите, вот башня раскаяния. Мои правда подобрались довольно близко, но... Довольно да, но все равно далеко. Похоже, здесь начинается самое трудное. Это ж не все это башня, это типа расходится. Что-то вокруг этой башни. При этом, смотрите, преодолеть еще и... Воду? Надо поторопиться. Что случилось? Ичебо! Там кто-то на лестнице. Может быть, как раз таки абарай? Ну да. Или абанай. Давно не виделись. Ломни ж мое лицо. Я бы рад забыть, но у меня к тебе должок размером с целую гору. Во-первых, он и тогда нежний. Он и тогда не смог справиться, типа, с Ичига. А сейчас-то не справиться и подавно. Ну, потому что тогда-то Ичига дрался силой руки, да? И все равно смог навалять ему пиздюлей. Сейчас у него силой куда больше, потому что он пользуется непосредственно именно своей силой с шенигами. Занпак-то, типа, иной и другой, да? Который посильнее по итогу. И плюсом ко всему, уже пробыл здесь, провел где-то какие-то сражения, учился у Рохары, пусть и небольшое количество дней, то есть и в сражении подтаскался, то есть... Я думаю, у Райан нету шанса. Да и... Вряд ли он будет пыжиться для того, чтобы его победить. Такого я не ожидал. Ты даже вспомнил, как зовут. Мое ощущение. Неплохо, чёрт возьми. Огромное спасибо. А это ещё кто? Его духовная сила по сравнению с остальными просто зашкаливает. Этот... этот человек... Р... Рэнджи Абарай! Лейтенант 6-го отряда! Лейтенант? Честное слово, ты меня удивил. Я думал, ты от удара капитана Кучики уже давно отдал концы. Эй! Постой, Ичго! Я не знаю, как ты выжил, но я впечатлён. Мои поздравления. И хочешь свести счёты или всё-таки пропустить? Ведь, смотрите, вот он... Тут только два варианта. Либо свести счёты, либо пропустить. Желание просто где-то как-то именно поймать, уничтожить Ичго у него нету. Если это будет сделано, тем более, какими-то другими руками. Ну, потому что... Ну, следим за логикой, да? Он плюс-минус знает Ичго. Значит, он понимает, что ему здесь нужно. Для чего он сюда прибыл, да? Остальные не факт, что-то могут знать. Он же в этом уверен на все 100%, да? И знает единственный, где-то какой-то путь подхода, откуда вот, где находится Ичго, и то есть каким он, скорее всего, путём будет идти, и где он выйдет. То есть неважно, каким будет идти, но где он выйдет, и куда он будет пробираться к этой вот башне раскаяния. Или нет, откуда. Он знает. И он пошёл на это место и стоял, просто-напросто ждал, выжидал, пока Ичго появится, да? Почему только два варианта? Если бы он хотел где-то как-то его урыть, упиздить, он бы рассказал бы и остальным, то, что он знает о Ичго, то, что он знает, куда он будет идти, и где с большей вероятностью, а практически со стопроцентной вероятностью, он по итогу объявится, да? И с ним пошло бы больше людей, которые Ичго бы упиздили-запиздили. Но он пошёл в соло. В соло почему? Либо показать, что он, ну, просто узнать и убедиться о том, чего хочет Ичго, и узнав, что он хочет спасти Руки, не то, чтобы где-то как-то ему помочь, но, по крайней мере, хотя бы не мешать и дать понять, что он тоже хочет её спасти, да? Но просто не знает, как. И второй вариант, это то, что между ними всё-таки была своеобразная дуэль, победителем в которую вышел Ичго, тем самым где-то как-то задев гордыню Абрая. И он хочет это исправить и сразиться с ним ещё раз, для того, чтобы доказать себе, что он всё-таки его сильнее. То есть устроить эдакий матч-реванш. И поэтому, собственно, никого не позвал для того, чтобы этот матч-реванш был один на один. Либо тот вариант, либо тот. Я это так вижу. Но теперь всё кончено. Я сказал тебе, что убью того ублюдка, который забрал силу руки. Пока ты жив, сила к ней не вернётся. Да что ты несёшь? Подожди-ка, так он же, считай, буквально умер с её силой. То есть её сила полностью целиком и полностью от него ушла. Так ведь? Значит, должна была вернуться к ней, ну, судя по логике Абрая, я сейчас перемотаю назад. И здесь выходит третий вариант. Он хочет с ним подраться, но хочет подраться не из-за того, что у них был... У них было сражение, в котором он проиграл, а он хочет подраться, потому что он зол на него, что тот пользовался силой руки и что в целом то, что происходит с руки на данный момент и то, что ей грозит, это в его понимании всё происходит исключительно по вине Ичига. И... хочет его за это. Сила к ней не вернётся. Да что ты несёшь, а ты забрал её, чтобы убить. Ты дашь мне пройти, только попробуй. Только через мой гроб. Это всё бегает, блядь. Это всё бегает. Значит, уже началось. Противоборай, да? Он победил третьего офицера. Если следующим он не заваляет хотя бы лейтенанта, то со мной у него никакого веселья не выйдет. А, он будет ждать. Как будто ты знаешь, что они уже где-то дерутся, если ты не чувствуешь чужую духовную силу. Потому что я силён. Ты странный. Странный, но ответ приемлемый. Почувствовал, что дерутся с Абараем. С появлением Рёка прошло немало времени. Если он победит Абарая, то Ичига станет ему ещё интереснее. Мы их не поймаем. Это только доказывает их хитрость. Даже капитаны и лейтенанты часто встречаются, чтобы следить за ситуацией. Эй! Там кто-то нашёл Джеробу из седьмого отряда! Что? Ушли. Да. А, так Джеробу был тот, который... Которого Иси-то разъебал. Блин, а я что-то сразу не понял. Наверное, так же. Хорошо почувствовал он в таком расстоянии. Неплохо. Курасаки. Вот уж ты нашёл себе противника. Эй! Ты в порядке? Тебе не больно? Температура не... Я в порядке. Не волнуйтесь. Слава богу! Просто иногда ты так уходишь в себя, что я начинаю беспокоиться. А, и ты вызвал их, чтобы они подключили? Увидимся! Ладно. Давай поторопимся! Давай, можно было просто спросить меня, нормально всё или нет? Я бы сказал бы, что да. Духовная сила ичига становится мощнее. Но и духовная сила противника ей не уступает. Надо поторопиться. Это же лейтенант! Ты что? Да не, он в прошлый раз уже победил. Внимательно посмотрите на господина ичига. Он давит! Потрясающе! Он полностью сокрушил лейтенанта Абарай! Что ты делаешь? Он... Господин ичига! Кто он такой? Это я и хотел бы знать! Рыжий пиздюк! Удачливый! Как ты собираешься спасти руки? Ну, об этом я пока не думал. Если ты победишь меня сейчас, есть ещё 11 лейтенантов. Это понятно, капитаны. 12 капитанов. И старик. И нет другого пути спасти руки, кроме как победить их всех. Ну, буду пытаться, но... Ты хочешь сказать, что способен на это? Не, далеко не способен, я не знаю. Сколько капитанов? Сколько лейтенантов? Это не имеет значения, я смогу победить! Если они будут стоять у меня на пути, я прикончу их всех! Какого чёрта? Откуда такая уверенность? Не уверенность, а желание спасти руки. Как ты смог столько себе возомнить? Войт Занпакта изменился. И ты, чёрт возьми, говоришь, что так уверен себе, потому что думаешь, что эта мелочь сделала тебя сильнее? Он трансформирует свой Занпакта. Кстати, Айчика же помнит, должен же вспомнить имя своего Занпакта. Почему он у них трансформирует? Его этому никто не научил? У него что-то он был, надо такая возможность. Похоже, ты думаешь, раз мы один раз подрались, ты знаешь, насколько я силён. Ну, если честно, я так думал. Когда шенигами в звании лейтенанта или выше отправляются в мир живых, нашу силу очень ограничивают, чтобы мы там чего-нибудь не натворили ненароком. Сейчас моя сила в пять раз больше той, что была тогда. Неважно, насколько ты стал сильнее. Победить меня у тебя нет ни единого шанса. Ну, что я думаю, что Айчика не согласен и возразит, да? Так значит, этот удар ты сделал свою полную силу? Мне было совсем не больно. Что ж, спасибо. Потому как если будет только 11 парней вроде тебя, то через них я, наверное, пройду. Под задори, да? Побесят, получается, его. Тупой ублюдок. Ну, сработало ведь оборай, ну. Блин, она отсюда у вас башни не будет этого видеть. Она-то на высоте, у нее должен быть неплохой обзор. Окей, хорошо. Следующая серия будет сражение против Абарая, да? Но я думаю, что у Ичика все-таки есть все шансы для того, чтобы его победить. Потому что мне хочется увидеть в дальнейшем сражение Ичика против Зарака Кенпачи. Ну, потому что он мне любопытен, он мне интересен среди капитанов. Айзен мне интересен, потому что вы слишком много про него там, ну, о нем сали с кипятком, да? Поэтому Айзен мне интересен. Но сейчас он вообще абсолютно никак не фигурирует. Ну, и интересен Зарака Кенпачи, потому что от него там тоже многие, во-первых, сутцы. Выглядит он необычно прикольно. При этом у него есть конкретно именно свои где-то какие-то цели, свои где-то какие-то предупреждения. Он срать хотел на какие-то типа там правила, да? На то, что где-то кого-то там нужно остановить, где-то кому-то нельзя дать пройти. То есть ему абсолютно похую. То есть он просто ищет, ага, вот этот сильнее, пойду проверять. Пойду пиздец, чтобы в итоге помериться пиписками. Вот, то есть мне нравится вот его этот, видишь? И если в моменте, когда он бежит, мерится пиписками, даже перед ним просто-напросто пробежит тот же там с Аббатом или еще кто-то, ему будет абсолютно... Бегите. Бегите, мать вашу еб. Я бегу к тому, кто сильнее вас. Мне вот такая вот его позиция нравится. То есть он как будто бы вроде бы и капитан, вроде бы и работает на Сейр-Этей, да? Но в то же самое время он такой типа на своей волне, сам по себе и при этом неплохо так вот нарисован. Интересно, что он не чувствует духовную энергию, а значит, скорее всего, то ли ею не обладает, то ли еще что, хрен его знает. То есть он мне... Я в сравнении, если что, я вот о нем думаю, типа что у него что-то наподобие, как будто бы у Наруто типа Гай-сенсей, да? Ну то есть тот, у которого не было чакры, но при этом добился больших результатов. То есть они не похожи характерами, само собой, то есть совершенно два разных человека, да? То есть Зараки, он выглядит таким типа яростным, мощным, тем, который не даст где-то кому-то там какой-то там пощады, там снисхождения, да? А будет драться именно на полную и до победного. Но именно напоминаю так, потому что, насколько я понял, у него нету типа таких обычных сил срождения, которые есть у других, но при этом смог достичь такого вот уровня какими-то другими тренировками и какими-то другими типа там силами. Вот поэтому... А для того, чтобы Зараки Кинпача сражался с Ичигой, и Ичигой нужно справиться с Абараем. Поэтому я думаю, что у него это получится, и в дальнейшем мы увидим вот такой эдакий хайп Зараки Кинпачи против Ичига. Что, конечно, не очень хорошо для него, потому что его победить у Ичига не получится точно. Это факт. И поэтому мне также любопытно, как по итогу этот бой пройдет, чем он закончится, и как после этого боя у Ичига получится выжить. То есть, что будет думать Кинпачи о Ичига. Это тоже любопытно. Так что, ждем следующих серий. На этом моменте, ребята, тогда буду заканчивать и буду с всеми прощаться. Так что, надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем топ-раво дня. Доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok